Хей, йоу, ребят, и сегодня мы будем смотреть 1 минута против 1 часа против 1 дня тирамису. Ну, это будет интересно, потому что все видосы Ванзая очень и очень интересные, реально. Ну, кто не смотрит Ванзая? Ну, реально. Мне кажется, он очень интересный как блогер, особенно его эксперименты, это вообще кайф. Ну, что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, берите печеньки, чаёчек, кофе. Усаживайтесь поудобнее и мы погнали. Привет, сегодня мы приготовим тирамису за 1 минуту, за 1 час и за 1 день. Я думаю, что это за десерт. Итак, минута пошла. Быстрее всего сделать тирамису в стакане, отправляем в него покупные палочки-савоярди и устанавливаем стакан в кофемашину. А где все такие палочки, кстати? И какая порция эспрессо. Как только кофе польется, нужно проворачивать стакан, чтобы палочки-савоярди пропитались. Блин, и палочки прикольные. Есть, все, что осталось делать, так это добавить в битве сливки. И все? И сверху присыпать какао-порошком. И все? Ну, блин. Все, максимально урезанное тирамису за 1 минуту готово. Но оно горькое, потому что очень много кокао. Давайте его попробуем. Хрень. Не. Ну, окей, окей, давайте. Минута прошла, минута. Даже меньше, меньше, смотрите, реально меньше. Учитывая, что мы сделали это всего за 1 минуту, неплохо. Вообще идеально. Это не вкус оригинального тирамису. Да что? Нормально. На второй тирамису у нас будет уже целый час. Знаете, как делается настоящая тирамису? Хлеб, растительное масло и сахар. Во, тирамису. Поэтому приготовим правильный классический крем. Разделяем яйца на белок и желток. А сколько, сколько, сколько? Один час? Один день? Сколько? Стойте! Я что-то подумал, типа, 1 минута, 1 час. И мне показалось, что типа 10 часов. Позвольте миски. Ну, один день? Один день на тирамису? Всего нужно 4 яйца. В желтки всыпаем 1 столовую ложку сахара. И взбиваем. Пока они не побелеют. Они какие-то желтые. Сюда же вонелим для аромата. И самый важный ингредиент, сыр маскарпоне. Открываем его. Ну, прикольный сыр, да. Реально прикольный сыр, кстати. Отправляем 500 грамм к желткам. И объединяем все это лопаткой. Ну, главное не переплутать и не взять соленый, кстати. Потому что будет такое себе. Готово. Теперь в белки добавим 3 столовых ложки сахара. И тоже взобьем миксером. До вот такой пены. Добавляем их к основной массе. Блин, ребят, напишите. Вот давайте так. Напишите, какие блюда вы умеете готовить. Ну, я, наверное, жарить яичницу могу. И все. Все. Роллтон. О! И финальный раз замешиваем лопаткой. Ну, блин, наверное, вкусно будет. Наверное. Конечно, вкусно будет. Все, правильный крем готов. Сделаем кофе. Для этого десерта можно использовать даже растворимый. Щедро его насыпаем. И остается только дождаться, когда закипит чайник. Главное, я... Ну, наверное, это для любителя. Типа, можно и меньше всыпать. Потому что, ну, горько будет. Все, заливаем кофе кипятком. Да, это для любителя. Сюда же немного алкоголя. Можно использовать коньяк или ром. Ну, нет. Я бы разбавил, потому что что-то очень много. Здесь будем использовать те же покупные палочки Савоярди. Так что распечатываем их. Я думал, что-то свое. Это французское печенье, которое по вкусу больше похоже на сушеный бисквит. Итак, окунаем Савоярди в кофе. Ни разу не пробовал. После чего укладываем форму один за одним. Ни разу не пробовал, реально. Ну, окей. Напишите, вы пробовали эти палочки? Сверху идет слой крема. Размазываем его лопаткой. И еще один слой пропитанных кофе палочек Савоярди. Ну, блин, мне кажется, это очень вкусно. Реально, очень вкусно. И финальный слой крема. Не, это очень вкусно. Все, я уже вижу, это очень вкусно. Ну, реально. И сверху еще... Накрываем его пленкой. И прижимаем в контакт с кремом. А какао? У нас осталось всего полчаса, поэтому оставляем в холодильнике на 29 минут. Все, что осталось делать, так это снять с десерта пленку. И все, а какао? И хорошенько присыпать его какао. Вот это вот уже нормально. Ну, очень много. Нет, стой. Очень много какао, реально. Можно поднимать форму? Как по мне. Горько будет просто. Или нет? Ну, не знаю. И нарезать нашу тирамису. Ну, кайф, кайф. Реально кайф. Особенно за сколько? За час, за час. Очень мало времени прошло. Переложим на тарелку один квадратик. Ну да, вкусно. Уже видно, что вкусно. Смотрите. Тирамису за один час готова. О, пропитана. Пропитана, вау. Это классический рецепт. Давайте попробуем. О, просто, ребят. Стойте, подождите. Я немножко сейчас просто... Посмотрите, насколько он пропитанный. Я получил экстаз, реально. А мне? Это очень вкусно. Ну, я знаю, как сделать еще вкуснее. Это очень вкусно. И на этом у меня есть целые сутки. Время пошло. Очень много времени. Здесь уже все будет сделано практически с нуля. И начнем мы с домашнего маскарпоне. Выливаем в сотейник 1 литр 33% сливок. А если там смысл? Типа, все с нуля делать. Сыр, блин, я не знаю, там, печенье... Ну, окей, давайте посмотрим. Возможно, и есть смысл. При этом нужно постоянно помешивать, чтобы они не пригорели. Как только пошел пар, можно проверять температуру. 60 градусов будет достаточно. Пока сливки еще горячие, нужно разрезать лимон напополам. И выдавить из него сок. Да маловато, конечно. Где-то 40 миллилитров. И вливаем в сливки. Это продается вот это вот лимонная кислота, это тоже лимонный сок. И перемешиваем. Сливки поменяли консистенцию, наборят ворожную. Повар заговорил, реально. Все, что нужно сделать, так это установить на миску сито, в него положить марлю и залить нашу смесь. Так легко? Что-то очень легко. Сыворотка будет стекать, а масса в сите со временем станет плотнее. Обязательно накрываем пленкой в контакт. И отправляем в холодильник на 15 часов. Ну, давайте посмотрим, какой сыр получится. Мне кажется вкусно. Переходим к приготовлению домашних палочек Савоярди. Для этого тоже разделяем яйца на белки и желтки. Всего 3 яйца. 100 грамм сахара рассыпаем в 2 миски. И взбиваем сначала белки. У него такой крупный сахар, прям кристаллики такие крупные, реально. Я заметил просто. У меня не такой крупный сахар, то есть у меня маленькие кристаллики. Готово. В пиалке у меня 85 грамм муки. Высыпаем половину в белки. И сюда же желтки. Досыпаем остаток муки и 20 грамм кукурузного крахмала. С помощью лопатки замешиваем тесто. А теперь нужен кулинарный мешок. Прикольненько. То есть залипательно, как он это все готовит. Наполняем его тестом. Все, теперь из этого мешка можно удобно подсаживать печеньки. Ни хрена себе длинные печеньки. Они должны быть все примерно одинаковые, чтобы их время приготовления не отличалось. Ну да. А, он даже разметку сделал. Ни хрена себе, я даже не заметил. Вау. Ну что-то ты немножко там вышел. Кстати, это студия? Он на студии снимает это все? Или это его квартира? Мне кажется, что это студия. Теперь нужна сахарная пудра с ванилью и кардамоном. Посыпаем ей. Да, мне кажется, что это студия. И палочки теста. Мне лично кажется, что это студия, типа. Ну, огромная кухня, если это кухня, огромная. И отправляем в духовку при 180 градусах на 10 минут. Ну, не такие, как магазины, реально. Некоторые палочки слиплись, но, тем не менее, получилось хорошо. Ну, не знаю, мне магазины на вид какие-то более красивые. Вот наши в сравнении с магазинными. Ну, магазины красивее, но не знаю. Это не классический рецепт тирамису, и в нем есть соленая карамель. Поэтому сахар и воду в сковородку. Варим карамель до тех пор, пока она не пожелтеет. Сейчас самое время распечатать масло. И добавить кусочек. Не, ну карамель делать это жесть полная. Также вливаем жирные сливки. И перемешиваем. Карамель готова. Осталось ее только подсолить для баланса. И перемешать. А для удобства перельем ее в соусник. Оно все такое липкое потом будет. Готово. Следующий шаг к кофе. Максимально ароматный он только когда свежемолотый. Поэтому воспользуемся кофемолкой. Вау, да. Это реклама? Это реклама типа или... Да, скорее всего реклама. Нет, окажется. Или нет? Нет, наверное. Готово молотый кофе пересыпаем в турку. И ставим на плиту. Заливаем водой и варим. Меня учили, что кофе должно закипеть и подняться 3 раза. А зачем? Итак, готовый кофе переливаем в тарелку. И туда же добавим алкоголь. Тарелка такая нигде у нас себе. Разделяем 3 яйца. В белки 3 столовых ложки сахара. А в желтке одну. Да, у него сахар конечно необычный. А так и поняли сахар с бурбоном в белки. Все это осталось только взбить. Да, это студия, наверное. Но я не верю, что это реально его кухня. Типа ни хрена себе. На небольшой скорости. А чуть позже увеличиваем. Скорее всего студия. Готово. Достаем чашу из миксеров. И переливаем желтки в белки. Их нужно объединить лопаткой. Наш сыр маскарпоне готов. Можно убирать пленку. А ну-ка покажи. Вот все сыр, это как то растет. Перекладываем сыр в наш крем. И замешиваем. Уже готовый крем перекладываем в кулинарный мешок. Не, ну много времени, много идет, да. Я бы так не заморачивался. Мне первый вариант лучше бы зашел. Собирайтесь. Будем вот в такой квадратной форме. Правда в нее не влезаются воярди. Да. Поэтому подрежем их. А, реально? Ну он маленький получится. Ну окей. Готово. Теперь окунаем их в кофе. И выкладываем в форму. Дальше идет слой соленой карамели. Ну в принципе он маленький. Слой крема. Конечно очень. Реально маленький. Опять савоярди. Карамель. Карамель, кстати, идеальная получилась. Как по мне идеальная карамель получилась. Реально идеальная. А чтоб было красиво, отсадим сверху капельки из крема. Ну пока что такое себе. Нужно какао. А он какао не будет делать. Сам. И отправляем в холодильник на оставшиеся 6 часов. Итак, наш тирамису уже полностью пропитался. Снимаем форму. И сверху присыпаем какао. Ну сейчас посмотрим. Все, тирамису на приготовление которого ушло 24 часа готово. Как-то так себе, конечно. Я очень хочу его попробовать. Ну реально. Ну давай на пробу, давай. Так. Да, это самый вкусный тирамису, который я когда-либо ел. Ну не знаю, ребят. Мне первый вариант как-то больше понравился. Ну и конечно же он самый красивый из всех тирамису на сегодня. Обязательно напишите в комментариях, что еще приготовить за одну минуту, один час и один день. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Реально это все. Ну что ж, ребят. Пишите в комментах, какой вам тирамису понравился больше. Не знаю. Это нужно смотреть по вкусу, потому что визуально мне понравился второй. Реально, мне понравился визуально второй. Ну вот этот вот. Ну не знаю. Типа 24 часа реально. Ну окей. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, берите ч... Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментик. Всем пока. Встретимся в следующем ролике.